Со времен участия Виктории Бони в шоу «Дом-2» прошло уже много лет, а она все еще зарабатывает тем, что делает вид, что строит любовь. Показывает какие-то огромные букеты, намекает на романтические отношения с состоятельными зарубежными господами, добавляет интриги, чтобы было непонятно, кто же ее таинственный поклонник – бельгийский футболист, французский финансист или американский юрист. О ее приключениях уже можно снять грустное кино или написать книгу, и вот на днях в этой книге появилась новая глава. Недавно она заявила, что французский миллиардер Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов за то, чтобы Виктория помогла ему засветиться в великосветской тусовке, а их роман был всего лишь вынубкой. Жан-Пьер – это история для Жан-Пьера была. Да, он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я, как говорится, показала его миру женскому. По ее словам, деньги она отрабатывала, появляясь с ним на красных дорожках Каннского фестиваля, изображая его невесту. Как-то так получилось, что француз узнал об этой истории. Вот что он рассказал журналистам. «Я никогда бы не стал извлекать выгоду из связи с такой женщиной, как Виктория Бонни. Я не платил ей за рекламу наших отношений и за привлечение внимания к нашей паре. Я честный человек и не нуждаюсь во внимании людей, которых не знаю. Наоборот, чем меньше мой бизнес привлекает внимание, тем лучше», – заметил миллиардер. Ну а нахрена мне это делать? Андюран говорит, что странное поведение Бонни ставит его в тупик. «Я действительно не понимаю, почему Виктория придумывает подобные истории. Почему она думает, что будет выглядеть пристойно, говоря, что находится в отношениях за деньги? Это было бы хуже, чем отношения с проституткой. К сожалению, Виктория зависима от своей лжи, она фальшивый человек. Я понял это и решил просто прекратить наши отношения», – сообщил француз. Пьер сообщил, что попросил Викторию покинуть ее виллу, в которой та продолжала жить несколько месяцев после расставания. По словам миллиардера, его бывшая зазноба бедна, как церковная мышь. «Вот это что?» «Александр Маквы, джинсы и все лора». «Эта рубашка Майка вчера купил, поэтому цену помню, 23 тысячи рублей. Это Дульча Габбана». «Сумка лучше не спрашивай, но она дорогая». «Я платил аренду за нее в течение года, чтобы ей было где жить. Несмотря на то, что она хочет казаться богатой, у нее нет денег, чтобы заплатить за квартиру для себя и дочери», – сообщил Андюран. «Короче, я так понимаю, что на тебе 10 лямов сейчас?» «Так, сейчас я скажу. Ну, побольше даже». А вам интересно следить за жизнью Виктории Бонни, бывшей участницей шоу «Дом-2», давно уже не востребованной модели и забытой телеведущей, которая все время хочет показать свою успешность и состоятельность? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, интересно будет там. Все ссылки под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!